приветствую вас и думаю про самооценку вас достаточно много уже сказали то есть если вы сами считаете что проблема действительно в этом то ее нужно разбирать я вам попробую немножко другой взгляд со стороны предложить то есть как со стороны не оспаривая безусловно того что сказали мои коллеги коллеги сказали вещь правильную это действительно все дело в самооценке я наверное попробую вам сказать как именно эту самооценку поднять я же больше хотел бы уделить внимание тому вот чтобы вы перестали чувствовать себя свиньей которую хотели бы лазить мужчины а для этого вот не помню говорю вам предыдущий вопрос это или нет нужно забегать ряд условий на самом деле я отвечал вам на вопрос про ребенка и думаю что там это было бы неуместно и так сначала про собственно говоря сам оценку значит ко всему прочему вот проработки детско-родительских отношений вот у вас мама такая довольно таки скажем ну это не властно это по крайней мере такая достаточно давящая скажем на психику женщина можно предположить как у вас проходило детство в каком ключе она примерно было но именно предположить на предположениях выводы делать не нужно потому что мы все-таки профессионалы поэтому если вы захотите то мы работаем в этом направлении что касается значит собственно самооценка то здесь а нужно в первую очередь понять так вот вы пишете что вы работаете и зарабатывать вы хорошо для того чтобы и по и проценты платы и ребенка содержать и жить комфортно то есть вы чувствуете себя успешной реализовавшийся по крайней мере как я понял в плане деловой сферы это хорошо это очень хорошо давайте подумаем с вами еще о том какие сферы у вас недостаточно реализованы чтобы вы чувствовали себя там в них также хорошо и комфортно вот какие сферы не реализованы там может быть эта сфера дружеская то есть у вас недостаточно свободного общения с людьми то есть ну как на основе друг дружьмы приятно и так далее может быть вы работают работаете но это не творческое что-то не позволяет вам реализовать ваш потенциал как творчество может быть у вас не все-таки вот те самые пресловутые детские родительские отношения то есть с ними вы в них прошу прощения вы чувствуете себя хуже чувствуете себя ниже чувствуете себя недостойный вот мама вас подкапывает да и этот вопрос нужно также подрабатывать вот мама ну я так вот чисто для примера скажу на основе того что вы написали вот мама она вам говорит вот значит вы в кредит живете вот никто не возьмет замуж то есть она воспринимает финансовое положение как определяющие условия ну или то есть по крайней мере очень важные условия для того чтобы построить брак чтобы выйти замуж то есть она уделяет много внимания деньги это не хорошо и неплохо на самом деле давайте мы не будем с вашей мамой как сейчас консенсовать а это ее мнение и пусть она остается придется но как вы наверное сами понимаете отношение чувство это не финансовое отношение и чувство это искренность это забота это тепло это желание сделать желательно счастливым и простите вы в кредит попали когда мужчины то у вас еще не было то есть вы не несете никакой ответственности за то то у вас есть кредитные обязательства далее мужчина даже если он появится совершенно не обязан будет и не должен и вы этого не допустите оплачивать за вас кредит кредит ваш и вы его оплатите сам предложат мужчина вам помочь вам тогда да хорошо пусть поможет но так вы рассчитываете только на себя дальше почему вы принимаете на себя такую большую ответственность реально большую принятие решения для другого человека то есть вы за человека решили что он будет воспринимать вас как свинью попросту ему но ведь вы не знаете этого человека вы с ним даже не познакомились вы уже за него принимаете решение вы меня пожалуйста простите я не хочу вас как-то задеть или обидеть сейчас вы поймите я хочу вам помочь но если вы принимаете решение другого человека вы или знаете его очень хорошо или обладаете телепатией поскольку речь идет про свидание то у меня сильные сомнения относительно того насколько вы хорошо его знаете ну а если говорить про телепатию то я думаю будь она у вас вы бы не обратились к нам на сад и давайте подумаем вот почему же вы принимаете решение за другого человека ну мужчина это взрослый серьезно состоявшийся человек ну пусть он сам решает кто вы для него дайте ему возможность самостоятельно решать дайте ему самому нести ответственность за себя а вот если вы таким образом 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 отрицать то есть вот вы говорите все мужчина явно мужчина свинья он будет меня поддержать я этого не хочу не хочу портить ему лист это защитный механизм защитный механизм в виде отрицания в виде отрицания прошу прощения иди отрицания вы отрицаете возможную связь с мужчиной потому что боитесь что он вас отвергнет и не хотите испытать разочарование ну вот не нужно бояться того что он вас отвергнет напротив нужно понимать что во первых для начала нужно четко отдавать себе отчет что вы можете мужчине дать как женщина что вы хотите мужчине дать как женщина и что мужчина вам может дать по вашему мнению обозначить свои слабые и сильные стороны уметь сильные стороны преподносите этому нужно учиться в зависимости от того какие у вас это системы и тогда если мужчина вам отвергнет то сам факт это он восприниматься вами будет иначе не как простите удар по гордости ваш не как простите урод по самооценке а как скорее неоцененность мужчина мужчины вам то есть мужчина прошу прощения если я не правильно сказал мужчина не оценил вас должным образом мужчина мужчина не понял кто перед ним что за женщина перед ним и значит это его проблема его проблема в том что он не мог отменить вас по достоинству почему потому что собственно говоря женщина с ребенком гораздо более завидный кандидат на отношения для серьезного мужчины чем одиноко одиноко почему потому что такая женщина умеет заботиться о себе умеет заботиться о ребенке умеет вести хозяйство и создавать уют и если мужчина этого не оценивать то это глупый мужчина как минимум вот именно из такой точки зрения вам нужно исходить далее а далее наверное осталось сказать следующее прежде всего определите для себя каких отношений вы хотели отношения подчиненные или отношения равноправные или лидера какое место в отношениях хотите занимать вы какое место в отношениях по вашему роду занимать мужчину определитесь с этим и старайтесь искать именно того мужчину который вам ванны улевали и повторюсь основной вопрос который вы задавали как с радостью себя приготавливать к свиданию это несколько направлений не принимайте решение решение за мужчину он достаточно взросл чтобы делать это самостоятельно и не считайте себя плохим вариантом подумайте в каких сферах вы не достаточно сильно реализовываете подумайте в какие сферы наносит уроды в ваши самооценки детско-родительские отношения это одно но это не единственное если останутся только детско-родительские отношения а все остальное будет хорошо то можно уже с уверенностью сказать что ваша самооценка больше и более чем хорошая и вот и в этом ключе вам и нужно работать то есть если где-то вы недостаточно реализовываетесь старайтесь это делать ну и помните что для любви нет условий для отношений не нужно соблюдать какие-то стандарт соответственно чему тогда напротив ага любви все возрасты и люди покорны и то что вы оцениваете свое положение определенным образом говорит лишь о вашем отношении но ни в коем случае не об отношении мужчины ведь мужчина относится и видит все по-другому так что давайте все таки позволим мужчине решать самостоятельно а сами постараемся максимально раскрыть свои положительные и сильные стороны и поймем что необходим от этого самого мужчины а также избавимся от всех камней которые грузом тащат нас назад на этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались обращайтесь лично помогу если вам понравился мой ответ пожалуйста сделайте его лучшим буду благодарен